Русские новости, экстрим. Все эти четыре книги были взяты в разработку преступной группировкой, причем она состоит в основном из женщин. ФСБшники были мужчинами, которые совершили контрольную закупку, дважды закупали у Николая Боголюбова его книги, представляясь единомышленниками, представляясь людьми, сочувствующими тому, о чем думает Николай Боголюбов. А вот дальше пошла женская линия. Суд, который принял решение о проведении обыска у Николая Боголюбова, это единолично Елена Коробченко, которую мы уже хорошо знаем по разным делам. Это такой спецсудья, видимо очень быстро будет делать карьеру, скоро ожидаем перевод ее в Московский городской суд. Судья, действующий по принципу, чего изволите. Сказали, что надо провести обыск у Николая Боголюбова и провели. Для чего? Надо обнаружить экстремистские материалы. То есть у поэта, который живет поэзией, это является его основной профессией, надо искать экстремистские материалы. Елена Коробченко, запомним эту фамилию, спецсудья. Судья, который живет не по закону, а по произволу, выполняя заказ преступной группировки, которая, не знаю, где локализуется именно данная группировка. Но указы приходят, конечно, из Кремля и из других структур, которые подотчетны Кремлю. И Московский исследовательский центр МИЦ, такое вот государственное бюджетное предприятие, которое является структурой подотчетной Департаменту безопасности Московской мэрии, которую возглавляет некий гражданин Майоров и гражданин Олейник, его заместитель. Вот под их управлением, под их контролем действует вот этот МИЦ, Московский исследовательский центр. Из него привлечены так называемые эксперты, кем? Какой-то там лейтенантом юстиции, дамой лет небольших, и званий небольших, и понимание ситуации у нее не просто неглубокое, а совсем отсутствующее. Поэтому вот эта дама, видимо, легко манипулируемая своим начальством, вынесла постановление о возбуждении, по возбужденному делу проводит следствие и привлекает, видимо, по научению своего начальства МИЦ, Московский исследовательский центр, в качестве экспертного учреждения, из которого рекрутируются эксперты. Все женщины представляют этих экспертов, заместитель главы этого учреждения, женщины, эксперты, предварительное исследование, две женщины, недавно закончившие свое высшее образование. Следующая комплексная психолого-лингвистическая экспертиза – все женщины, семь человек женского пола, лишь двое из них имеют возраст свыше 30 лет, остальные тоже недавно, можно сказать, с вузовской скамьи, ничего не понимают в жизни, не имеют жизненного опыта, не имеют опыта научной работы, но представлены как эксперты. И вот эта группировка, как я считаю, преступная группировка, терроризирует поэта Николая Боголюбова, усматривая в его стихах не то, что он пишет, а то, что эти люди домыслят. Они подменяют одни слова другими и превращают тексты, которые написал Боголюбов, поэтические тексты, достаточно сложные в плане образного, в плане тех смыслов, которые закладываются, превращают все это дело в экстремизм, в возбуждение национальной и религиозной розни. Эти бредовые экспертизы превращаются потенциально в решение суда. Поэтому я лично беру на себя ответственность анализировать то, что понаписали эти эксперты, огласить все это, если приведется, огласить это все в суде. Правда, если будет судить госпожа Коробченко, то там приговор-то уже заранее ясен, но я ей в лицо скажу все, что я думаю об этих экспертах. Если меня будет приглашать адвокат или сам подсудимый Николай Боголюбов, невольный подсудимый, то я все скажу об этих экспертах, все, что я о них думаю. Ну, а зрителям русских новостей я подробно процитирую все, что я намереваюсь сказать и что уже превратил в некий текст, который ляжет в основу моего мнения специалиста, которое может быть и должно быть использовано судом, если суд намеревается установить истину. Ну, естественно, без воли Боголюбова и его адвокатов я действовать не могу, поэтому как только я получу соответствующий запрос от адвоката или от самого подсудимого, я все оформлю в соответствии с законом, подпишу, печати, заверяющие подпись, проставлю и сам готов буду прийти в суд и дать показания. Хотел бы зачитать обращение поэта Николая Боголюбова во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры, православные русские люди. Я православный поэт Николай Боголюбов. Вращаюсь к вам с просьбой призывом поддержать меня в тяжелой борьбе с тайной беззакония, принимающей в последнее время самые наглые и вероломные формы. 30 сентября 2014 года следственным отделом Замоскворецкой прокуратуры ЦАО старшим следователем Потоцкой против меня было возбуждено уголовное дело по знаменитой 282 статье. В моих книгах по этических сборниках «Русский огонь», «Заря близка», «Пламя русской судьбы» в книге «Генерал Краснов. Воин Святой Руси», автором, состоителем которой я являюсь, старший следователь Потоцкой на основании преступных и лживых экспертиз усмотрела умысел на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и отношения к религии. Позднее она добавила и статью 286.1 «Публичные призывы к экстремистской деятельности». Потерпевших, пострадавших, униженных, возбужденных нет. Публичность же состоит в том, что мои книги обманом выудили у меня перед этой сотрудники органов по борьбе с экстремизмом. И закупки, и экспертизы были сделаны заранее в течение 13-14 годов, о чем я и не подозревал. 10 ноября 2014 года в 7 часов утра внезапно ко мне на квартиру нагрянула группа полиционеров под предварительством следователя замоскворецкого мэра СО, Московский региональный следственный отдел города Москвы, лейтенант и юстиции Иванова, ДЕ, зафиксируем. После длительного обыска они вынесли два больших мешка книг, ноутбук и детский планшет. В течение года шло следствие. Ну вот так просто пришли, ограбили и под видом все делается с закона. Человека лишили возможности продолжать свою профессиональную деятельность и все это якобы борьба с экстремизмом. Это борьба с русским поэтом Николаем Боголюбом, а в его лице со всем русским народом. Так это надо воспринимать. В июне 2015 года старший следователь, очень молодой следователь Потоцкая назначила проведение повторных экспертиз. После чего 17 июня 2015 года, в день 97 годовщины казни царкой семьи, мне было предъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Вот у нас замечательно. Сначала грабят, вот так как поступили с Боголюбовым, а потом через некоторое время объявляют обвиняемым. А только обвиняемый имеет право ознакомиться с материалами дела, приглашать адвокатов, выдвигать свои собственные процессуальные требования и так далее. Это уловка вот этой подлой системы, в которую представляет в данном случае старший следователь Потоцкая, Н.А. 1 сентября 2015 года Потоцкая снова предъявляет тоже обвинение с предложением мне признать свою вину, убрать один из эпизодов дела за давностью. Естественно, я вину не признал. Такова вкратце хронология основной вехи этого дела. Глупо было бы требовать от атеистов или же сатанистов постижения и соблюдения божественных законов. В данном случае мы видим грубейшее нарушение основного закона РФ, Конституции, на основании которой призваны действовать все сотрудники правоохранительных органов. Статья 29.5 Конституции гласит. Гарантирует свобода массовой информации. Цензура запрещается. Статья 44.1 Глазит. Каждому гарантирует свобода литературного, художественно-научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом. Статья 59.1. Написать данное обращение меня подвигло не боясь за собственную персону, а единственное то, что подобное дело является очень зловещим признаком ужесточения антихристианской, сатанинской, антирусской диктатуры, которая выходит на принципиально новый уровень. Точнее, возвращается на старый, да более знакомый виток 20-х, 30-х, 40-х и далее годов, когда людей сажали, убивали за убеждения, фразы, стихи, а многих их просто как класс. Достаточно вспомнить замученных убитых русских поэтов, таких как князь Владимир Полей, Николай Гумилев, Сергей Есенин, Алексей Ганин, Валентин Соколов, Игорь Тальков. Мартиролог уничтоженных русских гениев занял бы не один том. И все та же старая, как мир, песня. Контрреволюция, саботаж, антисемитизм, фашизм. Если сегодня мы не сплотимся в единый фронт против вопиющего беззакония и произвола, то завтра будут беспощадно задавлены и уничтожены последние проблески русской мысли, правды, свободы. Повторюсь, что дело, возбужденное старшим следователем замоскворецкого МРФСО города Москвы-Потоцкой, не только носит откровенно богоборческий характер, но и открыто вызывающе противоречить многим статьям Конституции. Вместо того, чтобы бороться с преступностью, оперуполномоченный 5-го отдела ЦПЭ МВД России по Москве, капитан полиции Самарин А.Ю, старший оперуполномоченный 2-го отдела ГУПЭ МВД России, майор полиции Орлов Д.В. сотрудник 5-го отдела ЦПЭ ГУМВД России по Москве Варапанов Н.А. «Прикинувшись православными христианами, идут обманом закупать православные стихи для проведения цензуры, запрещенной основным законом страны, которой они присягали служить». Ну, они подлецы по призванию, а закон у нас ведь что дышло, да, вот они и поворачивают его, куда им вздумается, им это выгодно. Будут новые звания, будут премии и так далее. И этих иуд, как их там Самарин, Орлов, Варапанов, их надо запомнить, это иуды, это иуды, которые обслуживают богоборческий русофобский режим, вот теми методами, которыми они пользуются. Они-то считают, может быть, что они не при чем, но они при чем, они начало цепи преступных деяний. Далее книги направляются в ГБУ МИД с Москвы, где экспертами Левоческой, Корниловой, Гуриной и Фатеевой делают совершенно безумные преступные экспертизы. Я их читал, даже комментировать невозможно, я более развернутые материалы буду цитировать и буду рассказывать о них. На виду, впрочем, в этих экспертизах все евреи записываются в Иудеи, жиды-большевики, палачи России, жиды и во все иные отрицательные эпитины, что, естественно, никаким образом не следует из анализируемых текстов. Это было бы слишком безумно и нелепо. Более того, в этих экспертизах черным по белому пишется «Благородные русские лица в ослепительно белой Москве» – это образ, связанный с идеологией фашизма, нацизма, расизма. Белая Русь – образ, связанный с идеологией фашизма, нацизма, расизма. Арийский крест – то же самое. Действительно, это так, вот эти безумные эксперты, они пишут, их просто сжигает ненависть к России и к русским, вот этих экспертов. Ну, видимо, специально такое учреждение, вот этот МИЦ, это специально такое учреждение, куда собирают таких уже патологических русофобов, я бы сказал. Это пишет эксперт ГБУ МИЦ Москвы Гурина О.Д. И прочее, 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 прочее в том же духе, а может быть эксперт Гурина права, и фашизм – это действительно красота, благородство, арийский крест, а миллионы людей по всему миру просто обмануты злостной и наглой пропагандой? Будем разбираться. По горячим следам я написал подробный разбор сделанных в 2014 году экспертиз, где наглядно показал, что эксперты не знают точного смысла слов, путают цифры и целые исторические эпохи, перевирают и искажают цитаты, мыслят только ярлыками и штампами, и абсолютно, что называется, ни в теме, ни в зуб ногой. Подтверждаю это и по другим экспертизам. И вот, повторюсь, на основании этой экспертизы старший следователь возбуждает уголовное дело, спрашивается, почему эти эксперты увидели в моих книгах только евреев, только их унижение, оскорбление и так далее. Вообще, при чем здесь евреи? В книгах речь идет не о евреях, как этносе народе, вообще не о евреях, как таковых. Там речь идет о богоборцах, богохульниках, палачах и грабителях России. Зачем наводить тень на плетень? Почему эти эксперты, что называется, в упор не увидели основную тему всех моих книг, страшную, беспрецедентную в истории духовную и физическую катастрофу Великой России? Почему даже не обратили внимание на жуткие, вопиющие к небу факты глобального чудовищного геноцида русского народа? На преступления космического масштаба, которые не имеют срока давности? Эксперты мудрились вообще не заметить, о чем книги, о чем кричит душа автора. Цариубийство, разгром величайшего в мире государства Российской империи, целенаправленное убийство, как минимум 70 миллионов человек в 20 веке, преимущественно русских. Богохульство и сатанизм, как государственная идеология, тотальное ограбление и одебиливание масс. Все это и многое другое, по мнению экспертов, это сущие пустяки, гораздо важнее, что есть признаки, заметьте, признаки уничтожения евреев, признаки возбуждения вражды, признаки разжигания. На самом деле поэт, тем более православный, как раз и призван по слову Пушкина глаголом «жечь сердца людей», будить уснувшие в грехе души, звать их на священную брань за веру царя и отечества. А как же иначе? На фоне всего перечисленного правового беспредела, я уже молчу о многочисленных и грубых нарушениях Уголовно-процессуального кодекса, которые имели место, быть по всему ходу расследования. Одной из главных темных сторон этого дела является то, что следователь, а также начальник следственного отдела Буренин Е.И. упорно скрывает, кто является инициатором, заказчиком этого дела. Кто ткнул пальцем Боголюбова и дал отмашку, этого хватай. Кто, грубо говоря, стуканул чекистам о возмутительном попрании всеобщего равнодушия и пофигизма. Если идет борьба за правду, законность, порядок, то почему это надо скрывать? Ясно, что дело нечисто, ведь очевидно, что в Самаре Норлов-Варапанов не подряд все книги скупают и тащат их на цензуру, а идут по прицельной наводке. Кто же навел? Нет ответа. Может быть, имеет место, как это банально не звучало бы, коррупционная составляющая или мистическая подоплека, некий тайный палец из тьмы. Из той самой преисподней ткнул в очкарик стихоплета и прошипел. Тащите этого, достал. Помню, как оперуполномоченный Орлов втирался в доверие почти по святому Евангелию, когда Иуда предавал Христа. Радуйся, учитель, и поцеловал его. Только забыли Орлов, Самарин, Варапанов и ежесними, что бесы платят черепками. Забыли, как закончил свой послужной список Иуда Искариотский. Время напомнит. Бог им судья. Радко о себе. Я родился в Москве, учился в советской школе, немного в советской семинарии. Работал в книжных издательствах. С детства меня тянуло в небо и в 15 лет занимался дельтапланиризмом в клубах МАИ. Летал на дельтапланах, мотодельтапланах, имея второй спортивный разряд по дельтапланному спорту. В 17 лет принял крещение, стал на осознанный путь к Богу. Тогда же начал писать стихи. Работал также в Новоспасском монастыре сторожем, алтарником, чтецом. Занимался самообразованием по крупицам, искал и находил правду, можно сказать, с кровью, продирая сквозь неимоверные завалы в сети лжи, в которых сгинуло не одно поколение. Духовно возрастал и просвещался от таких свящих русского духа, как святой преподобный Иосиф Володский, священномученик, патриарх Гермоген, архиепископ Аверкий Таушев, Владимир Даль, Федор Тютчев, князь Живахов, Константин Победоносов, Сергей Нилус, генерал Краснов, Арсений Несмелов, Валентин Соколов, Владимир Салаухин, Фатей Шипунов, Игорь Тальков и многих других. Первый, состояв свой поэтический сборник «Россия. Русь» выпустил в 1999 году. Автор книг, стихов «Будь верен до смерти, умереть за Россию, солнце победы», «Траектория взмаха», «Поэзия русских катакомб», «Русский огонь», «Заря близка», «Пламя русской судьбы», книг, прозе, генерал Краснов, «Воин святой Руси», автор-составитель и «Я завтра снова в бой сорвусь», посвящена Талькову. Печалился в газетах «Мировоззрение», «Казачий взгляд», «Славянка», «Сергиев Посад», «Морайское обозрение», «Русский вестник», «Завтра», в журналах «Северный ветер», «Опричненный европейец», «Царский опричник», «Мемориал», «Донские казаки в борьбе с большевиками», «Вера и жизнь», «Православная хорубь» и другие. С 2000 года открыто выступал со стихами на вечерах, собраниях, конференциях, крестных ходах, митингах. Причем за все эти годы, 15 лет, не появилось ни одного обиженного или униженного еврея, не было ни нареканий, ни предупреждений со стороны правоохранительных органов. Да, были и хула, и злоба, и клевета, и гонения, но не на почве межнациональных, межрелигиозных отношений, а исключительно по, так сказать, общечеловеческой гнилостности и испорченности, от насквозь лживых, бесчестных, абсолютно невежественных негодяев, утративших сами понятия о совести, правде, справедливости и долге и тому подобное. Слава Богу, было гораздо больше положительных и даже восторженных отзывов. Многим людям мои стихи реально помогли в жизни. Например, одна женщина почти слезно благодарила за сборник стихов «Солнце Победы», которые она читала при родах. Среди почитателей моей поэзии есть и православные евреи, и язычники, и даже представители исламского мира. При необходимости мог бы представить десятки письменных свидетельств народного признания. А клеветники и лжецы готовы аргументированно изложить свою позицию. Жизнь показывает, что нет. Я шел и иду, что называется, с открытым забралом, так как всей душой убежден в правоте православия, в правде своего выстраданного, не фальшивого и не лживого творчества. Путь истинного христианина на земле, путь смертника, крестоносца, путь вслед за Господом на Голгофу. Но это и путь победителя, победителя всех сил ада и самой смерти. Убежден, что мое уголовное преследование спровоцировано бесами, которые просто мечутся в агонии, предчувствуя неминуемый распад и кончину системы зла, неизбежное, конечное поражение. Прошу помощи и поддержки у всех неравнодушных к судьбам России и православия людей. Считаю, что в промысле Божьем это уголовное дело должно пробудить и сплотить остаток верных Богу и исторической России людей, ибо это рубеж, который нельзя сдавать. По сути, как это ни прискорбно, у нас, русских православных, отнято все. Достойная жизнь, земное отечество, само будущее, нас и наших детей на этой земле. Теперь добрались и до души с ее дыханием, молитвой и поэзией. А дальше, как уже проходили по Емельянову Ярославскому Губельману с его газетой «Безбожник», хула на Бога и русскую историю сжигания иконы, книг, запреты, поругания креста и т.д. Что уже и происходит по всей стране, в частности, в моем деле. Лучший террор сатана не может придумать ничего другого в борьбе с правдой. Если так пойдет дальше, скоро запретят просветитель святого преподобного Иосифа Володского, слово против иудеев святого Иоанна Златоустого, слово о законе и благодать митрополита Илариона и многие-многие другие творения святых отцов и учителей церкви, да и само святое Евангелие. «Как мы знаем, дьявол в безумии и злобе не насытен. Наша страна искреченная, убитая сатанинским экстремизмом в XX веке, как никогда нуждается в правде и свободе. К свободе мы придем только через правду», как писал русский философ Иван Ильин. «Золотые слова. Еще раз прошу всех самой всесторонней поддержки, духовной, молитвенной, информационной, юридической, материальной, по возможности иной. Спасибо вас, Христос! С Богом! Николай Боголюбов. Телефон 8-917-543-47-31. Номер карты Сбербанка России 427-688-01-330-58-861. Для пожертвований на юридическую и издательскую деятельность». Таким образом, Николай Боголюбов фактически очертил все то, с чем мы столкнемся, когда будем рассматривать экспертизы по его делу. Об этом мы подробнее расскажем в других передачах, а сейчас я просто хочу как-то поддержать Николая Боголюбова и вместе с ним обратиться к тем, кто может оказать какую-либо помощь ему. Юридическую помощь действительно у нас юристов, которые могли бы действительно квалифицированно помочь в этом деле, очень немного. Материальную помощь, потому что работа юриста и всех, кто так или иначе не может помогать иным образом, кроме как за деньги, должна оплачиваться. И те опубликованные данные можно позвонить по прямому телефону, потому что это была открытая публикация, поэтому и цитирую телефон, по которому можно обратиться к Николаю Боголюбову. И перечислить деньги на ту карту Сбербанка, номер, который я огласил. Вместе с Николаем Боголюбовым я стою по одну сторону баррикад, надеюсь, как и те, кто смотрит русские новости. Русские за русского и, добавим, все за Бога и царя. Вот тогда все будет нормально, тогда русское мировоззрение будет выстраиваться в правильном русле. В данном случае, конечно, все бесы сплотились для того, чтобы примерно наказать Николая Боголюбова, чтобы русский дух замер, чтобы русское творчество прекратилось. Но они не угадали, русское творчество будет продолжаться в любом случае, какой бы ни был приговор, подлый или справедливый. Я, конечно, рассчитываю, что приговор будет подлый, потому что вся система судопроизводства и вся система правоохранительная, вся пропитана сатанизмом. Это действительно так, тут Николай Боголюбов абсолютно прав. Поэтому призываем к сплочению и поддержке русских людей в любом случае, какие бы приговоры ни были, мы не должны опускать руки, мы должны сопротивляться тому бесовству, которое захватило всю страну, в том числе и многих русских людей, у которых от русского остались только одни фамилии и больше ничего. Вот, в частности, этих правоохранителей, на которых мы ссылаемся, чьи фамилии мы произносим, этих экспертов, тоже совершенно отвратительных, опутанных мировоззрением большевистским, антиправославным. Мы стоим против них в любом случае, потому что стоим на стороне истины. Они стоят на стороне лжи, беспрерывно лгут. Об этом говорят все экспертизы, которые мы подробно рассмотрим. И подробно разглядим все уловки беса, которые в этих экспертизах присутствуют. Мы видим, как они действуют, как они изворачиваются, как они искажают слова, как они совершают подлоги. Все это раскрылось, можно сказать, в тех четырех экспертизах, которые мне довелось изучить и проанализировать. В следующий раз мы об этом поговорим подробнее.